Михаил Ильич, вот с Владимиром Михайловичем Волковым по вашему поручению выехали на улицу Кирпичная. Фотоотчет пришлем, достаточно разбитая. Вот такие ямы, Михаил Ильич. На улице Кирпичной небольшое совещание жителей, исполняющие обязанности заместителя председателя областного правительства и мэр Ярославля. На прямой связи глава региона Михаил Евраев. Проблема в дороге у жилых домов. Несколько раз видели случай, когда просто автомобили не могут разъехаться. Проблема в том, что один объезжает яму, другой не понимает, что он будет объезжать, он ее не видит. И происходят такие казусы дорожные. Получается все внимание у водителей ямам. Пешеходы в опасности. У Марины Савельевой четверо детей. Младшая ходит в местный детский садик. Риск оказаться под колесами большой, обеспокоенная женщина. В будущем маленьких пешеходов будет здесь еще больше. Район активно застраивается. Местные жители шутят. На улице Кирпичной как раз кирпича и не хватает. Для ям. Многие уже готовы заделывать. Настолько устали от дороги. О проблеме жителей домов на улице Кирпичной глава региона узнал из социальных сетей. Михаил Евраев заострил на этом внимание во время общения с сотрудниками Центра управления регионом. Структура как раз занимается мониторингом и обработкой сообщений в социальных сетях. Мы выявляем в соцсетях какой-то блок возмущения по медицине, то у нас есть язык. То есть мы обращаемся в департамент здравоохранения, он нам расшифровывает, на что там люди могут жаловаться. И помогает нам внутри департамента информацию добыть и его какой-то сигнал сформировать. Конечно, проблемы отслеживают не только в здравоохранении. Внимание самым разным жалобам. У сотрудников четкий алгоритм действий. Сообщения отправляются исполнительной и муниципальной власти. Сроки на ответ жесткие. Всего за год Центр управления регионом обработал 90 тысяч сообщений людей. Информация о всех содержится в специальной карте. Ее показали главе региона. А это можно мне поставить на компьютер прямо в кабинет? Конечно, тепловая карта. Как только вы дадите отмашку, писать такую задачу, будете как вам угодно этой информацией пользоваться для принятия тех или иных решений. Я правильно понимаю, что там тепловая карта и те проблемы, которые есть. И, соответственно, какая по ним реакция вся, будет в разрезе районов. То есть можно посмотреть. Вы можете детализировать вплоть до любого муниципалитета. На некоторые сообщения реакция почти мгновенная. А вот и на улицу Кирпичную в Ярославле глава региона отправил исполняющего обязанности зампред областного правительства и мэра, как только узнал о проблеме. Виктор Нежинец и Владимир Волков поручение выполнили. Михаилу Евраеву показали ямы. В докладе упомянули детский садик и жилые дома. На самом деле, то, что вы говорите, это очень важно. Нужно постараться сделать в этом году. С учетом того, что еще примерно 2-3 недели погода должна постоять и можно еще вести работы с асфальтом, выполнить первоочередной ремонт большими картами ориентировочных 400 метров и по просьбе наших жителей еще сделать как раз автостояночные карманы непосредственно у детского садика. Это вот задача номер один. В будущем году улицу Кирпичную отремонтируют по национальному проекту безопасные качественные автомобильные дороги. Это поручение Михаила Евраева. Георгий Колчин, Денис Сахаров, Сергей Ватин. День в событиях.